Человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Послание Галатам, 2 глава. Вера без дел мертва, говорит апостол Иаков. Слова апостола Павла об оправдании веры, сказанной иудеям-блюстителям закона Моисеева, которые думали наследовать жизнь вечную с соблюдением заповедей без веры в Иисуса Христа. Апостол утверждает, что уповать на свои добрые дела – глубокое заблуждение. Думать я могу что-то заслужить пред Богом, выслужиться пред Ним своей верностью и потом предъявить Ему свои требования, означает ставить свободного Бога в зависимости от себя, от своих дел, от закона. Получается, что я спаситель себя через свои дела, а не Бог. Христианское учение о вере давало повод некоторым пренебрегать добрыми делами. Апостол Иаков во 2 главе своего послания описывает ситуацию в христианской общине, «Когда верующие поступали с лицеприятием, были услужили пред богатыми и пренебрегали бедными». Иаков прозумляет общину, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Иакова 2 глава. «Хотя для наследования жизни вечной нужна вера в Иисуса Христа, истинной веры без дел не существует. Вера, которая не подтверждается делами, по слову апостола Иакова, мертвая. Добрые поступки возможны без веры, так как нравственность заложена в природе человека». Часто говорят, а он не верующий, а лучше верующего. Высокие образцы добра, милосердия, любви мы находим в людях разных исторических эпох, культур и религий. И напротив, примеры лицемерия, цинизма и жестокости в христианах. «Если человек верит в Иисуса Христа, то есть доверяет Ему всем своим существом, то любовь и милосердие естественным образом будут сопутствовать его вере. В делах человек подтверждает, проявляет свою веру, но сами по себе дела не свидетельствуют о вере. Противопоставление веры и дел возникает только тогда, когда под верой понимается убеждение, мировоззрение, система взглядов, религиозность. Такая вера может наличествовать сама по себе и не проявляться в делах. Подчас дела могут даже противоречить вере, например, при осознанных грехах против ближних. Апостол Павел не разделял веру и дела. Высказывание апостола Иакова, что вера без дел мертва, столь же справедлива для Павла. Жизнь в вере в Иисуса Христа апостол Павел называет жизнью по благодати. Новая, свободная от уст закона жизнь во Христе не означает, что человек может жить, нарушать заповеди Божии. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха и смерти, или послушания и праведности? Кремлянам 6 глава. Лишь риторический апостол Павел пишет о парадоксе вере без любви. Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание Коринфянам 13 глава. Все его послания пронизаны любовью и призовым к делам любви, так как он мыслит и пишет не о мёртвой, а о живой вере, которая даруется самим источником жизни и любви Богом. Всегда иудеи задавали Иисусу Христу вопрос, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь отвечал, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Евангелитана 6 глава. Этим призовом Иисус отнюдь не отрицает необходимость створить добрые дела, но указывает на то, что вводит в жизнь вечную. Царство Божие невозможно заслужить. Оно несравнимо с товарно-денежным отношением этого мира. Веру в Иисуса Христа можно сравнить с любовью супругов. Если супруги любят друг друга, то их любовь естественным образом проявляется в общении друг с другом, в поступках по отношению друг к другу. Если дела одного из супругов свидетельствуют о подсутствии любви, то как бы он или она не уверялись, что любят, эти слова будут ложными. Так и с истинной верой во Христа, если есть дар веры, он будет проявляться в посередневности. Образы супругов, жениха и невесты часто используются в Священном Писании для иллюстрации отношений человека и Бога. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Книга пророка Осии, 2 глава. «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою». 2 Коринфянам 11 глава. «Верующий христианин, подобно мудрой деве, из притчи Иисуса Христа о десяти девах, постоянен в своей вере. Для него неестественно на какое-то время вести себя иначе, находиться в состоянии бедного человека, не имеющего дара веры». А у нас так, это уже, сейчас я от себя добавляю, что вижу, собираются братья ехать в город. И без пояса уже, нараспашку все говорят, что вы так? «Ну, я еду сейчас с безбожником буду общаться, поэтому я по-безбожному и оделся». Вот так вот. Значит, с безбожником по-безбожному оделся. Святитель Тихон Задонский о вере и делах говорит так. «Я здесь не говорю тебе, христианин, о той вере, которая состоит в познании и содержании правых догматов. Эту веру имеют и беззаконно живущие христиане. Но говорю о вере сердечной, живой и спасающей. Этой вере нет в том, кто неисправно и не по-христиански живет, хотя бы исповедовал и проповедовал веру. Служащие всякому греху уже не служат Богу, а не служа Богу и веры не имеют. Ибо без веры работать Богу невозможно, а без веры угодить Богу невозможно, учит апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. Аминь. Аминь.